Внутри выставочного зала и на площади у западного фасадного манежа нам кажется очень важным не только знакомиться с искусством визуально, но и если есть такая возможность, то и говорить о нем. И особенно ценно, если этот разговор происходит с художником, который, собственно, тоже является достаточно тесно связанной с культурой стрит-арта, и это как раз та культура, которая не привязана к локальному контексту и воспринимается, я уверен, многими как часть некого такого мирового художественного процесса. Перед тем, как я представлю художника, я, конечно, хочу поблагодарить Генеральное Кольцинство Израиля, при поддержке которого, собственно, происходит эта встреча. Это очень важно, и Ольга слов, она, может быть, скажет пару слов тоже сегодня. Также компания Мегабайт Видео, которая, собственно, помогает нам тут с видеосъемкой и резиденцию Дашков. Это необходимые, но тоже очень важные слова, потому что без этих наших партнеров встреча, если случилось бы, наверное, не была бы такой интересной. Сейчас представляю вам художника-клоуна. Да, наверное, это будет правильное представление. Он приехал к нам из Терявива, и те его работы, может быть, вы уже видели в Инстаграме или где-то, они очень-очень яркие, необычные, интересные, и встреча, я надеюсь, будет точно такой же. Тогда, если Ольга захочет сказать пару слов, Ольга, да, и сразу после этого мы передадим слово Игорю, а также клоуну. Спасибо большое, Павел. Я могу только сказать, к тому, что уже было сказано, что я очень рада, что это важное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга проходит сейчас с участием израильского художника. Я думаю, что это большая честь и для нас, и я очень рада, что такое сотрудничество, завязалось, и я рассчитывала на то, что оно будет продолжаться и развиваться, и здорово, что происходит оно, происходит это все в год, когда Израиль отмечает 70 лет своей независимости, и это еще одно событие, которое мы, с помощью которого мы можем показать свое искусство, свою культуру жителям Санкт-Петербурга. Так что большое спасибо за сотрудничество. Итак, я передаю микрофон. Я делаю это публичные разговоры очень редко, так что извиняюсь, если это будет странно, или немного непонятно иногда, и лекция, разговор будет тоже на английском, так как мне кажется, у меня немного не хватает, не хватает слов на русском иногда, так я уехал очень рано. Это будет идти фуном немножко, чтобы отвлекать от моей истории. Мне было одиннадцать, когда мы эмигрировали в Израиль с Украины. Когда мне было шестнадцать, я открыла для себя граффити совершенно случайно. Скорее всего по МТВ увидел, когда он еще существовал, или может быть в каком-то взрослом магазине, в журнале, простите. Ну, за последние несколько лет, конечно же, то искусство, которое сейчас называется граффити, и, конечно же, изменились мои собственные причины, почему я занимаюсь искусством граффити. То, что то видео, которое вы сейчас видите на фоне, это моя студийная работа, где анимация, граффити и видео следы воедино. И я попробую провести вас по тому пути, который я прошел, от граффити и тегов, до къде работаем. Я показываю, что это не просто. Я показываю пример, что это не просто. Потому что это был сделан на маленьком острове в Норвеге в прошлом году. Это был сделан на небольшом острове в Норвеге. Это пример, на самом деле, не уличного искусства, а скорее инсталляция, которую в прошлом году я создал на острове в Норвегии. На этом маленьком, почти необитаемом острове живут около 500 человек. И вот такая инсталляция. Я был пригласен, на самом деле, для мирового фестиваля. Но я предложил инсталляцию. И, когда это в Норвеге, я очень сильно fascинен с их мифологией. Особенно, потому что мой имя, который называется Игар. Сначала я был ребенок, моя мама сказала, что имя оригинальный имя был Викинг. И я исследовал, и я обнаружил, что это действительно. И когда я предложил, чтобы идти в Норвеге, я предложил сделать инсталляцию из, как вы видите, сглажки, в земле, с текстами. Когда меня пригласили на фестиваль в Норвегию, и я предложила в качестве представления своей работы вот подобную инсталляцию. Я подумала исследовать тему своего имени. Моя мама рассказывала мне, что это имя означает Викинг, а своими корнями уходит именно в это слово Викинг. Не совсем. Ага. Ага. Голос 2 Означает Викинг, а это звучит в минии антисталляции. От Викинг. От Викинг, в крышу слов. Окей, извините. Эта инсталляция, как вы видите, представляет из себя вводкнутые в землю мечи, на которых написаны некие слова, выражения. Вы даже видите одного из жителей этого острова, который стоит после моей инсталляции. И я хочу сказать немного о этих словах. Я думаю, что в процессе, как это произошло, когда в «Таггинг» было 20 лет назад, когда я просто написал свой номер, то, как вдруг, причины для написания чего-то стали более важны для того, чтобы написать что-то. Так что для меня это как эволюция о «Таггинг» без повторения себя. Я думаю, что я понял. Нет? Нет, это не так. Ну, я написал несколько текстов из популярной культуры и викинг песни, и фразы, которые мои друзья около меня сказали. Я исследовал некие тексты викингов. Правильно? Исследовал некие тексты и некие выражения, которые изрекли мои друзья. Я посчитал это важным и интересным написать на этих мячах «Водков землю». Рукой? Да, да, да. – О-о-о! В общем, мне просто был интерес… мне просто интересно насколько популярной культурой есть фразы, что просто заскриют в нашей памяти и насколько они влияют на нас, что мы запоминаем иногда фразы из каких-то песен или просто что-то, что какой-то знакомый сказал, и это был процесс как, можно сказать, похоронения и... Ну, я думаю, что сейчас я немного потерял с словами, поэтому я заберу. Это в России, несколько лет назад, в Нижнем Новгороде. Я был приглашен к мировому фестивалю. Вы можете видеть, что это эволюция истории «The Fox and the Crow», в которой мы все, я думаю, grew up on. Это граффити написано в Нижнем Новгороде, и это некая интерпретация известной нам всем басни, на которой мы все выросли. Лиса и... Лиса и... Ворона или лисица, да, ворона... Да? Да. Лисица... Вороне бог послал кусочек сыра, да? Да-да, только здесь лиса прячется в доме, и ворона просит свое обратное. И есть немного то, что игра слов, где написано на лист нет, и вор он. Это еще одна работа, которая в Тел-Авив, это как бы моя интерпретация много того, что происходит в мюралистов, или стрит-артистах, или граффити-ритерах, в голове, в голове, где мы вообще не имеем в виду, что мы делаем. Но это вообще не означает что мы делаем, слишком много по-моему, что мы делаем. Одна из граней нашего искусства, граффити, в том, что мы, когда пишем что-то, мы работаем со смыслом, и пытаемся как-то интерпретировать некие понятия, да? и вкладываем в свою работу некие смыслы, которые на самом деле могут не иметь смысла вообще. Я выбрал строительство в Тел-Авиве и неизвестно написал слово «нонсенс». Это произошло несколько лет назад, и он еще там. Я думаю, что многие люди описывают строительство как нонсенс. Это работа в Тел-Авиве, которое я написал пару лет назад, а на самом деле нелегально. Но, несмотря на то, работа все еще на месте, и это здание, когда кто-нибудь говорит об этом здании, часто обращают, именно говорят нонсенс, как бессмыслица. Здание бессмыслица. Здание бессмыслица, рисунок на стене бессмыслица, вообще весь этот акт это иногда совершенно бессмыслица. Это еще один работ, который находится в этом же районе, но также был сделан легально, даже на 4-левом здании. Это «силуэт» лошади, который находится в городе, который представляет работающий класс, который был в этом районе, который сейчас оккупировал артистами. И, в любом случае, я думаю, он будет полностью гентрированным. Это еще одна работа, например, в том же районе города, это также выполнено немножко незаконно, на 4-х этажном здании. Это «силуэт» лошади, который как бы символизирует собой резидентов, жителей этого здания, которые раньше жили в этом здании, «рабочий класс». Сейчас в основном здания занимают работники искусства, художники. Да, немножко нелегально это. Множко нелегально. Совсем нелегально. Да. Мне кажется, в уличном искусстве иногда сам фактор того, что ты можешь подойти куда-то и нарисовать что-то, но если ты показываешь, что ты там должен быть, часто тебя не спрашивают вопросы. Раньше, скажем, в Тель-Авию, по крайней мере, мы рисовали со знакомыми, просто приходили к стене и приносили там лестницу, краски и рисовали посреди дня. И даже когда милиция приезжала, они спрашивали, если есть разрешение, то мы говорили «да». Максимум арестуют. В этом случае я арендовал лифт, подъемник. Если я рисовал это с подъемником, так мне кажется, это немного проще, чем с лестницей. Никто не думает, что кто-то настолько сумасшедший, что возьмет подъемник и будет рисовать на доме. Значит, точно есть разрешение, да? Да, да. Да, да. Ого, да. Другой аспект уличного искусства, который интересует меня, это способы, как сделать его менее статичным, это уличное искусство. Это пример большой дворец в Нью-Йорке, в Бруклин. И если вы посмотрите близко, то это изображено, во-первых, левая сторона похожа на левая сторона. Они как-то продолжаются. И я вам покажу, как. как? Это рисунок на воротах в Бруклин, в Нью-Йорке. И если вы обратите внимание, то по сторонам рисунок одинаковый, да? И вот анимация показывает, что он повторяющийся рисунок. Анимация была сделана на компьютере, но это как-то способом показать в новом способе. Анимация я создала на компьютере, но это такой некий способ показать рисунок в новом свете. I think because of being an immigrant and because I guess at this point traveling a lot and not necessarily feeling belonging to one place. One of the things that interests me is how our memories define us and one and when I looked how to express it in a graphic way I look I started to put kind of topographic lines on different characters of wine and this is one example of it. in a in a in a in a and in a 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 Вы представили топографические линии нашей памяти? Топографические линии... Если мы смотрим на карту, особенно на карте, то есть топографические линии, которые определяют разные heights. Наша память — это топографическая карта нас как личности. Я думаю, мы сами становимся картой. Накой топографической карты своей жизни, да. Another symbol of this kind of memory that I have in my practice is trees. And here you can see silhouette of trees. This is in New York, in Manhattan. And it's painted in a neighborhood where the closest trees are in Central Park. And it's quite organized and cultivated. Важная часть моих воспоминаний — это деревья. Я написала эти деревья в той части Нью-Йорка, где до ближайшего дерева многие мили. Как раз ближайшие деревья находятся в центральном парке, который очень хорошо развит и за ним ухаживают. А эти деревья в середине бездревесного района. Да, это был эксперимент показать, это больше как память этих деревьев, так это силуэт, который люди видят из своих офисов, из окон. Здесь у нас фотографировано сверху. Попытаюсь рассказать честно русском. Если еще пример, то один из персонажей, который у меня повторяется много в моей практике, это Лиса и также Флороны. И там я покажу тоже еще других. Это разные персонажи, которые считаются немного как андердогс. Их не любят, им дают какие-то спецификации, которые негативные, недооцененные. Мы виним их в чем-то, в черный код перешли на дорогу. Так просто экземпляр, как он появляется здесь, в работе в Нью-Йорке. Это один из последних раз, где он играется через мою гадость. Примеров, да? Один из последних примеров появления этого персонажа. Еще одна томографическая работа, это в Лоджи в Польше. И эта работа была сделана в коллаборации с местным музеем. И нас попросили посмотреть на работу из коллекции и отреагировать. И это была реакция на работу Марка Шагала «Midnight Lovers». Это в Киеве. Еще один пример для работы, который должен быть аниматой позже. Это работа в Киеве написанная. И несмотря на то, что панели разведены в пространстве, эта идея в том, что эта работа станет тоже частью анимационного какого-то окончательного продукта. И вот так это должно выглядеть. Я просто пролистаю некоторые свои работы. Это в Хайфе. Хайфа в Израиле считается одним из красивых городов в Израиле. Но он тоже считается одним из очень сонных городов. Потому что это просто настолько смешно, что... Я из Тель-Авива, это прекрасный оборудов. Спальный район? Спальный город? Он просто сонный. Как бы там все, в пять магазинов закрываются. И иногда по улице катится вот тут, как называется, «перекати поле». Да, это буквально так. Это какой-то как вестерн, какой-то непонятный. Это проект, на который меня пригласили ребята из Хайфа. И я нарисовал им спящую красавицу, что люди, которые проезжают через Хайфа, просто видят ее по дороге в центр страны. Это проект, который начался с персональной топографией стилем. Это в Монтреор. Вы можете видеть это, на правом и на правом, на разных сезонах. Я пил, когда я пил, когда я пил, но что-то привело в том, что это привело к этому дизайну, это когда я получил фотографии на стене. И иногда это ненавидно, чтобы получить фотографии на стене, с пляжами, потому что тогда нужно работать с пляжами, и как-то, чтобы сделать смысл. Это одна из первых работ, в которой я обратился к теме личностной топографии. Топография личности — это работа в Монреале. Вы видите на двух кадрах. Справа — это съёмка летняя, слева — зимняя съёмка. И когда я получил фотографию этой стены, конечно, расстроился немножко от того, что там окна на этой стене. Я также говорил, что там были два различных рефлекциях. Эти два различных рефлекциях привлекли меня к подумать о двух различных элементах на стене. И эти окна становятся ли faces персонажей, с которыми всегда изменяются через день. Таким образом, фаза персонажа изменяется в зависимости от времени, и в зависимости от того, кто смотрит из окна, или что-то случилось. Как вы можете увидеть, стёкла окон, они с отражающей поверхностью. Я выбрал именно эти стёкла, именно эти окна, как лицо этих персонажей моего рисунка. И в зависимости от происходящего, день, ночь, смена сезонов, да, как бы меняется лицо моих персонажей. Таким образом, это легальный работ. Но я покажу еще один, который легал и был создан. В Тел-Авив я делаю, в основном, легалые работы. Я думаю, что это было много лет. Иллегал. 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 és림� Iron matters. This city is a platform for doing whatever I want actually. Это одна из работ, которую я сделала легально, законно... Неллегальна. Неллегальна? Нелегальна. Это, которая в Монреале была, она легальная... Да, законная. А то, что в Израиле я пишу граффити, они незаконны, Несмотря на то, что мне предлагали работать законно, по заказу, правильно, я отказывался именно в связи с тем, что вижу искусство граффити как некую свободу выражения и работы именно там, и с тем, что я хочу делать. Одна из того, что меня интересует в работе, в самом деле, это сделать смысл. Я буду проходить, в моем городе, я буду проходить по полу за годы и думать о том, что может быть сделано там. Так что, это отличие от меня, чтобы быть граффити-ритером и просто приходить к стену и написать свой номер. И сегодня, иногда, это несколько лет для планирования, до того, чтобы решить, что будет на этой стене. В моих работах я стараюсь создавать и передавать смысл. Много лет, проходя мимо одной и той же стены, я часто обдумывал, что могло бы быть на этой стене. И трансформировался от просто подойти к стене и написать свое имя к более сложным работам, которые также влекут, прежде всего, некое планирование и длительный этап подготовки. И, по-другому, для этого работа, я называл «ритрас», потому что, для некоторых причин, как вы видите, это трансформирование. Но это также находится в центре Тель-Авиве. И, по-другому, очень много офисов, и, по-другому, на их ритрасе. В Тель-Авиве, мы не имеем с собой. И они говорили об оборудовании с собой для многих лет, и они начали делать это несколько лет назад. Так что, когда они начали, люди начали сказать, что все ритрасы выйдут от суда. Но это не произошло. Но я решил, что привезти к ритрасам. И это сложно увидеть, но они 5-6 метров глубоко, и вы можете видеть их от трансформирования, каждый день. На этой стене, как вы видите, изображены крысы. Помимо того, что это действительно животные изображены, которые бегают в своем естественном окружении, также это символизирует некую крысиную возню, крысиную гонку. Это изображение, эта стена идут вдоль линии метро, линии поездов, электричек, которые идут в центр Тель-Авива, в деловую его часть, в которой как раз и происходит символически эта крысиная возня. Много лет в Тель-Авиве обсуждается строительство метро. И многие жители против, категорически говоря о том, что если мы начнем копать метро, то все крысы вылезут наружу. А я взяла и выведала этих крыс уже на руку, на стену. И несмотря на то, что на картинке не видно, но эти животные где-то высотой 5-6 метров, их видно издалека и из проезжающих поездов. Сейчас переключусь немножко с уличного искусства на студийное. И вот один из моментов, как я начала экспериментировать с анимацией, не зная, какие способы избрать в своей работе. Я просто использую то, что я знаю, что лучше, как пейти на стене. И пейти и эрозировав это. Так что это все было сделано в студии. Не, когда я сидела там все время. Я была издалена. Но это настоящая маска, которая лежит на стене. Так что это часть 3D элемента. И это, я думаю, около 1200 стиль фрэймов, которые были сделаны в студии. Я стала делать именно то, что у меня получается лучше всего. Это искусство граффити. Около 1200 кадров были созданы, писал и стирал в процессе создания этой анимации. Я не сидела там постоянно. Меня потом добавили на компьютере. Но маска висит там в качестве такой уличной инсталляции. Студийная инсталляция висит постоянно около стены. Да, во время продукции анимации. Во время создания данной анимации она была прикреплена к стене. В то время как я там все время не сидела в кадре. Я перейду на улицу. И это другой персонаж, который показывает в моем работе, который называется «Блэк Кот». Конечно, я должен выбрать тот, который все любит. Все любит. Вернусь обратно к уличному искусству. Это один из персонаж моих работ – «Черная кошка». Конечно же, я, очевидно, выбираю персонажей нелюбимых общественности, в частности, «Черный кот». Да, я даже слышал, что меньше берут «Черных кошек», потому что они плохо фотографируются. Что-то очень смешно. Наверное, правда, они вбирают весь свет. Так мне не видно деталей. Те же «Черные коты»… Примерно так начиналась моя анимация, что я начал фотографировать людей с элементами этих котов. И просто они становились частью этой стены. Это мои студии, опять же. И это привело к моим первым экспериментам в анимации. Это вторая анимация, что я сделал. И она показывает, опять же, меня, что я стою там. Это был самый простой эксперимент, что я просто одел чёрный капюшон и стал рядом с этим. И сфотографировался. Всё сделано было в одиночку. Просто поставил фотографию на таймер один раз и рисовал эти элементы. И потом я переходил к моей галерой практике. Это был один из моих первых сфотографов. И, опять же, в студии и галерой практике, которое, я думаю, произошло как-то случайно. Я был приглашен, чтобы делать какие-то вещи в них, а потом это превосходило. Это одна из моих первых галерейных работ. Меня пригласили. Это, как и в случае работы в студии, в галереях я тоже пытаюсь создать некие объекты, которые будут уместны. Примерно, да. Мне кажется, главное само ощущение. Когда я захожу в галерею какую-то, я не хочу выйти оттуда через пару минут, что очень часто происходит. Я хочу ходить и возвращаться, чтобы мне было интереса. Также, если мне не интересно в пространстве, которое я строю, то я боюсь, что никому не будет интересно. Также я боюсь, что никто никогда не придет на мои выставки. не знаю. Наверное. Как продолжать? На русском и на английском? Что лучше? Я попытаюсь продолжить на русском, может быть, я переключу на английском. Это пример из музейной выставки в Тель-Авиве, что было в Тель-Авивском музее. И опять выключились. Итак, выключились. Семь лет назад я и семь моих знакомых были приглашены выставиться в Тель-Авивском музее, как часть выставки, что, может быть, на каком-то образе похожа на то, что происходит здесь. Немного другое пространство, другой масштаб. И это была буквально первая волна людей, которые занимались стрит-артом в Тель-Авиве. И нас пригласили просто делать что-то. Но это, мне кажется, позволяется, потому что несколько лет назад я сделал очень, серьезные изменения в моей студийной работе. Она связана с моей уличной работой, но тоже не совсем. Потому что я работаю другими материалами, я работаю на другие темы. И, мне кажется, когда кто-то, кто приходит с улицы и начинает выставляться в галерее, должна быть на это причина. У галереи, в музеях есть какая-то своя история. Есть, особенно галереи, которые от White Cube, которые появились в последние несколько десятков лет, есть способы справляться с этим, как бы, спейс, истории и всего этого. И это интересный процесс. Иногда я ощущаю себя немного аутсайдером. Это фотография из моей выставки в галерее, которая представляет меня в Тель-Авиве. И это инсталляция, которую я сделал специфически туда. Когда я пришел в само место, я увидел, что есть разветвление, есть столб посреди галереи, есть разветвление, что выходит от него на потолке. И я понял, что я хочу построить одно из своих деревьев, чтобы оно как будто бы стоит посреди галереи. Так построил эту конструкцию, через которую ты проходишь и на другую сторону, что я не показывал. Это экземптуар моих студийных работ, что они вообще исполнены чернилами на бумаге. Я немного скачу, потому что я не знаю, насколько это вообще интересно. Но чтобы я это все уже видел. Опять же фотографии из другой галереи в Берлине, когда мне так же, как с фасадами, мне интересно, чтобы эти работы относились к самому месту и к времени, когда это все делали. И здесь была сделана выставка, что были практически только проекции, в этом месте. И... Но проекции, они опять же анимации, которые сделаны на стене в моей студии. И иногда совмещены с какими-то клипами, которые я снимаю на телефон, какой-то... какой-то... double exposure такое... и... и... выставка называлась «Всё... Everything is happening». Но... потому что, мне кажется, сегодня информация двигается настолько быстро, и мы смотрим через, не знаю, там, Инстаграм и всё, и мы даже не успеваем ничего увидеть. Так... Тут был пример анимации, что просто скачут и движутся. Да. Глаз на родину. Покажу экземпляры из последних работ, что они вообще не настоящие. Опять же, экземпляры того, как высокая информация движется быстро. Эти работы все сделаны на планшете, на Tab, на iPad. И... Эта история с этими дигитальными работами началась из-за того, что каждый раз, когда меня приглашали на проекты, мне посылали фотографию фасада, я её отпечатал, и рисовал на ней, посылал обратно, мне подтверждали. Когда я купил планшет, я просто начал рисовать на фотографиях на планшете. И потом я понял, что можно просто взять фотографию в тени, нарисовать, и иногда это становится новой работой, даже не обязательно, что нужно её реализировать. Иногда этого здания уже нету, иногда этого момента уже нету. И так как я много езжу для разных проектов по миру, я всегда фотографирую какие-то моменты, какие-то здания, стены, что мне интересно визуально, и начал просто добавлять к ним свои работы. В Венеции, в той же Норвегии. Очень, получается, какой-то странный сюрреализм, но опять же в этих работах мне важно, чтобы было ощущение, что эта работа часть этой фотографии, часть этого формента. «Текст» — это что-то, что не часто повторяется в моих работах. Здесь написано на иврите, написано слово «тин шэму», что значит «дышите». И опять же эта работа реализирована в центре города, там, где очень много движения, и машины не останавливаются на момент, и мне нужно было написать людям немного успокоиться. Я надеюсь, что кто-то это прочитал и, может быть, подумал об этом дальше. Но это, мне кажется, одна единственная работа, которая сделана на иврите. Я не ощущаю, что у меня есть один какой-то язык, что я контролирую достаточно хорошо, так поэтому тоже в голове есть постоянно какое-то переключение с одного языка на другой. Поэтому я просто предпочитаю обычно рисовать. Но иногда нужно разговаривать с людьми. Мне кажется, это конец. Нужно ещё что-то показать, или я слишком рада за мной? Многое можно видеть даже в интернете, на моём сайте. Я даже когда-то рисовал в Питере, лет семь назад. Но, мне кажется, из этого ничего не осталось. Может, вопросы я могу ответить, если есть. Делаете вашу киевскую работу? Вы помните адрес? Нет. А можно за это уже сказать? Да, да. Клоунь yourself. Друзья, давайте, если у вас есть вопросы к клоуньу, мы будем приобретать в микрофон. Два девушки в футболочную систему вам помогут. Поднимайте руку и представляйтесь, пожалуйста. Спасибо большое за ваш рассказ и за ваши работы. Стены, особенно без окон, часто в городах вообще очень похожи друг на друга. Монреаль, Толя-Авив, Петербург, Киев. Сектура очень похожа. Есть ли разница, что это Монреаль или Толя-Авив? Насколько это ощущается, когда вы делаете работу? Я стараюсь, да, делать какой-то ресерч, какое-то расследование о месте, в которое я еду. Это не всегда возможно. И мне кажется, мы... Я всегда везу что-то свое, в конце концов. Я не делаю работы на заказ, так это всегда 80-90% я и потом это стена. И есть иногда очень интересные истории, когда люди совсем не понимают, что и зачем я рисую. Потому что это не местные. Но я стараюсь, чтобы оно как-то и вправду было ощущение, что оно должно быть там. Что оно было там. И когда через год кто-то проходит рядом со стеной, он не помнит даже, как эта стена грыдела дома. Я хотел бы спросить такой вопрос. Какая была ваша самая первая стена в жизни? И как бы вы посоветовали начать так же фигарин на стенах? Ну вот, я хочу нарисовать на стене, куда нужно пойти, как не реализовать эту идею. Твои вопросы. Ну, второй вопрос я не знаю, потому что я не из Питера, но тут очень много стен. Ну, каждая стена, это преграда. Где-то какой-то стоит человек, который решает, можно или нельзя там нарисовать. А, ну это уже, ну, во-первых, вы единственный, кто решает, можно или нельзя там нарисовать. Потом это уже вопрос, если вы уважаете местные законы или нет. Что я не уверен, насколько обязательно все их уважать, так как не всегда они уважают нас обратно. Вы, как правило, договорились с какими-то стенами? Со стенами, да, с людьми почти что нет. Первые, я совмещу эти два ответа. Первые мои стены были нелегальные, первые, наверное, лет десять моего деяния на стенах были нелегальные совсем. Я просто не видел цели даже спрашивать вопрос, спрашивать разрешение, потому что в Тель-Авиве это было немного, я не знаю, просто милиция не знала, что с этим делать. Так это было почти легально, но, конечно же, нелегально. Так мы просто, я со знакомыми ходили и рисовали, и нас не наказывали. А потом просто появилось ощущение, что все можно. Так даже когда ловили и наказывали, это уже не страшно, потому что, как говорят, типа, I'm in too deep, как бы, я уже это делаю, так дороги обратно нет. Но все равно какая самая первая стена? Мне кажется, это был какой-то тег, я придумал себе какое-то имя, это было там Rocket или что-то такое. Мне было 16 лет, я или купил, или я даже, возможно, даже не купил краску, потому что я прочитал, что в граффити нужно делать все нелегально. То, что писали, писали в каких-то журналах, писали, что граффити это должен воровать краску, рисовать нелегально, и так это была первая стена, но это было, с тех пор было очень много. И вы считали сразу, что это было первое выражение искусства? Нет, я не знал, что такое искусство. Я видел выражение себя, и потом, на следующий день, когда я проходил рядом с этой стеной, я просто почувствовал, что эта стена моя. И для меня, мне кажется, это был очень большой шаг, потому что, как иммигрант в Израиле, меня никто там не хотел слишком. Особенно в 90-е, так как была очень большая иммиграция, местные не слишком хорошо на это реагировали. Это было что-то новое, и я чувствовал относительно чужим, что я не выглядел, как они, не обязательно вел себя, как они. Но через граффити я просто понял, что я могу быть тем же, не знаю, мэром города, потому что я выбираю где рисовать. Спасибо. А первое искусство именно, когда нарисовался арт в виде порона и существа не буквенного? Ну, во-первых, я думаю, что теги – это тоже самое искусство, так что буквенное, небуквенное – разницы нет. Но первое искусство, я не помню. Наверное, когда другие люди начали называть то, что я делаю – искусством. Ещё кого-нибудь вопрос? Здравствуйте. А как Вы относитесь к консталляциям, которые несут какой-либо политический месседж? И знаете ли Вы что-то о таких российских арт-группах? Или даже, точнее, наверное, российских и франских? Мне кажется, это очень важно. И я считаю, что любой акт искусства – это немного, особенно, и часто искусство на улице – это уже политическое, потому что ты выбираешь делать что-то против какого-то закона, что говорить тебе нет. Но мне очень интересно. Я не обязательно делаю, как-то сказать, литерально. Я не ставлю буквально политику в свою работу. Иногда хватает того, что я живу в очень напряжённой политической стране. То, что я оттуда – это уже политика. И я получаю реакцию на это. Неважно, где я нахожусь, так как Израиль – это… Я решила спросить то, что вспомнила о том, что у нас немножко, как это, арт-инсталляции, они в России немножко умирают. Потому что раньше, например, была какая-то арт-группа «Война». Вы, может быть, вы знаете… Да, конечно. Я видел мост. Ну, он действительно сидел. Ну, такой акт, запоминающийся. Спасибо. Мне кажется, это очень важно. И сам акт этот важен. И я считаю, что кто может… Я не знаю, если сказать «сопротивляться», но просто сказать то, что он думает. Даже если написать «Вася был здесь» – это уже политически, потому что он там был и выбрал это написать. – Привет. У меня зовут Женя. Я хотела спросить, планируешь ли ты в этот приезд оставить подарок стенам этого города? – Вообще-то, не планировал. Я даже не уверен, если это будет подарок. – Подарок? – Я не знаю. Я сегодня ночью свободен. Ну, я не покупал никакой краски, так что если есть, то это… – Спасибо. Это наше большое тайное желание. Я бы… – Пожалуйста, я здесь. – Здравствуйте. У меня такой вопрос. У Вас есть, может быть, какая-то масштабная задумка? Или, может быть, она была, но Вы не смогли её реализовать? – Масштабная задумка именно какой-то акт искусства. – Да, да. Именно что-то в Ваших мерках прямо на немесло. – Я не знаю. Каждый раз что-то новое и каждый раз появляется какой-то новый, не знаю, челлендж, что-то сделать. Так что я не думаю о чём-то прямо сейчас. Моя масштабная задумка – это продолжать заниматься этим. Я думаю, что если я смогу это делать и поддерживать, то это будет и расти, и, надеюсь, тоже быть как-то интересным. – Хорошо. Спасибо. – Привет. Расскажите, пожалуйста, были ли у Вас поведения с политикой, когда вы писали? – Да, даже в Питере. Ну, столкновения с полицией были и в Израиле, и в нескольких других странах, и также в Питере. Где семь лет назад я был со знакомым, и мы просто рисовали ночью, мне кажется, даже клеили работы по городу, где-то недалеко отсюда. И совсем не знали, что мы делаем это рядом с милицией. То, как, не знаю, просто здание, и милиционер буквально, мне кажется, он даже не завёл машину, он просто подкатил к нам. Это был первый раз, что мне нужно было тоже, в конце концов, давать взятку, что я не знал даже как это делать до этого. Так как в Израиле это не происходит, не практикуется, и в большинстве стран, в которых я этим занимался, это не совсем возможно. Это может только привести больше проблем. И там было интересно, что мы просто сидели с милиционером в комнате, и он писал протокол, букву за буквой, очень медленно. Мне кажется, он понимал, что мы туристы, и что будут деньги. Просто в какой-то момент он спросил, ну как вы хотите, это легко или трудно? Так, я сказал, конечно, легко. Мой друг, который был со мной, он американец, так он на русском не разговаривал. Тоже милиционер в какой-то момент, когда он узнал, что он американец, сказал, типа, а, поэтому он не любит Россию. Это было очень интересно. Так, милиционер отвёл меня в соседнюю комнату, я ему дал деньги. Он мне сказал, в следующий раз делайте это не тут, а там. И на этом это закончилось. Это был интересный эксперимент, и хорошая история. Можно я сейчас спрошу? У нас буквально по неделе в Манеже был финский художник Энц, который закрывает лицо, не показывает, да, своё? В Манеже. В Манеже был из-за настоящего имя. Про анонимность и неанонимность. Почему вы выбрали показывать себя? Мне кажется, на сей момент я уже не выбираю показывать себя, и у меня тоже нету сил прятать своё лицо за маской, что мне тоже труднее разговаривать. И тоже сегодня, опять же, та же информация движет настолько быстро, и так же нам настолько легче найти то, что мы хотим, что кто-то, кто захочет узнать, как я выгляжу, найдёт. И я не Бринкси, и мне это не настолько важно держать в секрете, и я думаю, что это не настолько важно, как я выгляжу, в конце концов. Потому что более важно, что я делаю, так же, как бы, и, может быть, то, что у меня в голове, это всего лишь лицо. Здравствуйте. Здравствуйте. Два вопроса, точнее, два вопроса. Два вопроса. Первый — это, а с какого момента вы поняли, что к вам именно пришло признание? То есть это, может быть, какая-то хребтная работа была или прививок вашего творчества? Вот, и... Если честно, я до сих пор не понимаю, что происходит. Как бы, мне кажется, это иногда выглядит какой-то странной ошибкой. Я рисовал на улице, и потом вдруг я в музее. Не совсем считаю так признанием. Как бы, есть что-то, что... Какой-то процесс, что позволяет мне заниматься тем, что мне нравится. И всё. Нету какого-то момента, что я думаю, что я это понял. Просто, может быть, когда это и вправду начало происходить, что мне не обязательно нужно работать на какой-то работе, а просто могу рисовать. И второй вопрос. Есть какие-то дети искусства и скалитар-художники, которые лично вам нравятся? Есть. А можете назвать? Я предпочитаю не обязательно называть, потому что, во-первых, их очень много. И каждый день я познаю очень много нового. И тоже, не знаю, кто-то ещё обидится, что я назвал того, и не этого. Из живых пока. Спасибо. Ещё вопрос? Нет? Можно я тоже тогда один задам? Во-первых, спасибо большое за выставку, за лекцию, за то, что вы приехали. Я хотела задать такой вопрос. Вы много где работали по миру и наверняка знакомы с разными стрит-арты, граффити-художниками. Скажите, есть ли какой-нибудь национальный, культурный контекст у граффити? Или это всё-таки что-то без границ, без национальности, без культурного плана? Я думаю, что, конечно, есть, потому что работы из той же России отличаются от работ из Южной Америки или от работ в другой стране. Так что всегда на нас влияет то, с чем мы выросли, какой-то визуальный контент, то, что окружает нас, цвета, архитектура. Но это же может быть просто личное восприятие, поэтому все художники разные, все работы разные. А вот конкретно на таком вот национальном каком-то уровне? Мне не хочется всех делить, я на самом деле хотела бы услышать, что нет граффити, нет границ. Границ нет, но мы, правда, выросли все по-разному, мы выросли с разными какими-то историями, так что ты просто не выбираешь, как как бы тот же, я не знаю, тот же ворон, он что-то плохое в Европе, а в Южной Америке он значит что-то хорошее. Так это просто не может быть одно и то же. Всегда влияет откуда ты. Спасибо большое. Спасибо. Здесь только еще вопрос. Здравствуйте. Как вы относитесь к теме политкорректности, насколько вы готовы противоречивые темы затрагивать и провоцировать? Я думаю, в Израиле это достаточно много политических противоречий. И у нас в России, допустим, есть такие вещи, как вопросы о Боге, вопросы о верующих, вопросы о религии и их если затронуть, то может быть это не закончится. В отделении полиции только связанное с тем, что вы испортили стену, но может пойти дальше. Как вы, готовы ли вы рисковать? Это вопрос о религии или о чем? Затронуть ключевые темы. На экране политкорректности, допустим, или тех законов, которые есть в стране. Защита прав верующих. Я не помню, как это у нас называется, но у нас есть такая вещь, которая легко простую и безобидную шутку обвернуть в головное дело. Ну, скажем, пример той же веры и столкновение с ней в Израиле, это то, что я рисовал много лет персонажей, у которых были очень такие человеческие, живые глаза. И были пару верующих людей, что ходили и выцарапывали эти глаза. Я не видел это лично, мне просто посылали даже фотографию, что кто-то стоит и выцарапывает со сны. Я не вижу цели считаться с разными теми же радикальными движениями, что иногда та же вера, когда она выбирает или заставляет тебя видеть что-то так или не по-другому, это немного радикально на мой счет. Я не стараюсь быть политкорректным, но я тоже не обязательно высказываю дословно что-то политическое. Есть разный контекст такой в моей работе, но я не обязательно объясню его, просто если вы видите его там, то он есть, если нет, то не обязательно. Разное содержание моих работ в контекстах. Спасибо. Я думаю, у нас есть время для самого последнего вопроса. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию, было очень интересно. А у меня такой практический вопрос. Сколько вам надо времени, чтобы расписать большой фасад здания? Как вы показывали, например, вы делаете это за раз или за несколько дней? Ну, как вы видите, я не использую слишком много красок и цветов, так что все довольно-таки базово, как бы черно-белое или, может быть, еще какой-то цвет. Обычно это занимает несколько дней до недели. Зависит тоже от того, где это происходит. Иногда мне тоже интересно посмотреть и город, и не быть постоянно на стене. Так, обычно большие стены занимают несколько дней. Тогда следующий вопрос. Если это несколько дней занимает, было ли такие случаи, когда вам не давали закончить? Были. Были. Спасибо. Игорь, спасибо вам большое. Спасибо, что приняли на предложение.